Добрый вечер, Валина. Валентин, добрый вечер. Как вы себя чувствуете? Да ничего. Хожу потихоньку. С палочки, правда, но хожу. Хорошо. Что-то у меня было написано, что Ханух заходил, но что-то я его не вижу. Сейчас увидите. Сейчас вы его пустите. А вот Саша, наверное, заходит. Привет, Саша. Привет, ребята. Все хорошо. Здоровье и благополучие. Спасибо. Спасибо и тебе тоже. Как у Лиди? Она сейчас пошла к себе в клуб. У них там гимнастика. Говорят, что была здоровая, да. Да мы стараемся, понимаешь. Но возраст у нас плохой. Мне же уже 85-й год идет. Ну, понятно. Я только догоняю, да. Да, да. Отсюда все проблемы. Перевелись нормально обе вакцины? Ну, давно уже, месяц почти назад. Ну, да. Уже зеленый паспорт выдали. Ну, Милка вчера скачала там какие-то эти штуки, но говорят, они меняться опять будут. Через месяц, нет. Зеленый паспорт раз в месяц. Обновлять надо было. Ну, да. Но, в принципе, мне... Что значит обновлять? Заново продавать анализы? Что за что? Не, не, не. Заново запускать его. Его выдают. Открываешь его. Это зеленый паспорт. Вот, если уже есть прививка, обе прививки есть. Открываешь его. Ну, там надо везти... Надо везти... Надо везти телефон. Надо везти... Да, да, да. А потом он открывается, и там написано, он действует в течение месяца. А через месяц надо заново повторить ввод этого зеленого паспорта. Понятно. Ну, вообще, у нас тут... Если не собираешься никуда ехать, его не надо вводить. А если собираешься, то его надо везти. Ну, вот, для интернеров ввели, а дальше будем смотреть. Не, а как ехать, когда аэропорт не работает? У меня... Заработать скоро? Он заработает. Да и вообще, ты знаешь, вот это... У меня же сын в Канаде живет. И внуки в Канаде там. Вот. Он обычно приезжал сюда, поскольку у него гражданство израильское есть. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, мы почти все, да? Как почти все? Обычно так много еще нет. Ну, гвардия собралась. Болельщики и гвардия. Гвардия, это вы, а я болельщик. Хорошо. Ну... Алина, я вам успела ответить. Да, я видела. Спасибо. Я вообще не знаю, как я сегодня успела чего-то еще исправить. Вторую часть я не успела, конечно. Вот. Вот. Я сегодня с утра с семи утра с Зумом. С семи утра что? Развлекаюсь Зумом с семи утра. А, то есть... Вот на вынесе я разделяю нагружку большую. Вы не первая сегодня в Зуме. Да. Хорошо. Хорошо. Валентин, я получил последний вариант, но не успел ответить. Но сейчас мы его постепенно... Да, да. Да, ничего страшного. Так. Что я хотел сказать? Может быть, мы уже в марте начнем встречаться? Здравствуйте. Может быть. Добрый вечер. Зеев, привет. Привет, привет всем. Здравствуйте. Алина, спасибо. Вы нас пригласили на эту конференцию. Я пригласила на Зум на Оле. Да. Еще в следующий раз тоже будет. А дальше уже, наверное, будем встречаться в живом. Ну, дальше... Да. Посмотрим дальше. Если еще один раз, то будет ровно год, как мы в Зуме. Как раз первая мартовская встреча будет. А вот мы с последней мартовской встречи начали. Да. Да. Смотрим. У нас следующая встреча такой... Восьмое марта, да. Восьмое марта. Восьмое марта. Ну, я хочу. Хороший день. Наших женщин поздравим от души. Виртуально. Да. День хороший. Поздравим, да. Как у всех дела, товарищи. Спасибо, дорогой Завюшев. Пока живы. Живы, да. Валентин, ну легче передвигаться или... Нет, без палочки не могу никак. Вот даже я могу идти, но я все равно начну хромать. И так как хромать, у меня нет уверенности, что я стою, и я чувствую себя вот на земле твердо. У меня всегда не хватает равновесия, и поэтому я вынужден палочкой уже подпираться. Метров пятьдесят могу пройти, а потом хочешь, не хочешь, надо на что-то подпираться. У меня восемнадцатого марта будет меморай, а потом ортопед что скажет. Вот и Миша. Миша присоединился. Здравствуйте, Миша. Я еще не вижу. Присоединился он. А, у нас же есть скобочка, где... О, Миша, да. Вижу, Миша, да. Мы ждем Ханоха Олю, правильно? Ханоха и Олю. Ханоха, вы знаете, был Ханох, но я его не видела. Может у него спросите, может позвоните ему, спросите, все ли у него в порядке. Потому что он заходил до меня, и сейчас я его не вижу. Я могу позвонить Ханоху. Я надеюсь, что он увидел именно ваше приглашение, Алина. Нет, он мне же сообщил этот компьютер, что Ханох выходил. А когда я зашла, его там я не видела. А, понятно. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Да. Игорь? Ханох, Букертов, заходи. Заходи. Я пыталась войти, но меня не пускают. Ой, я не вижу, чтобы вы просились. Алина, пусть едва. Пусть. Я пошла в поминку, которую Валентин прислал. Нет, нет, нет. Я же послал потом письмо. А-а-а. Ну, это будет путаница. Не-не-не. Валентин послал после тебя. Да. А-а-а. Может быть в тот линк, который я послал. Ага. Заходи, заходи. Валентин. Валентин вас пустит, Ханох, но не в ту квартиру. Да. А-а-а. Хорошо, я тогда начну пока поздравлять нас со светлым праздником, наступающим пулем. с окончанием очередного карантина. Что еще? И хочу сказать, что Миша завершил интересный проект. Он всем послал, я надеюсь, все уже видели. Он собрал все переводы, опубликованные в Иерусалимском журнале за много лет и сделал такую книжечку. Вот и ханох. Ханох, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад. Ну, хорошо. Я еще позволю себе минуту-полторы что-то сказать. Если Оля появится, то хорошо. Нет. Возможно, что Оля тоже прежде всего повелась на приглашение Валентина, потому что к этому мы привыкли. Не, ну, я после приглашения и написал всем, что мы заходим. Я знаю, потому что я-то вошел, но да. Валентинца... Сейчас, пожалуй, позвоню, потому что... Хорошо. Позвоните. Позвоните. Пока... Пока вы звоните, я продолжаю поздравлять Мишу, потому что очень, да, здорово я читал. Правда, мне, Миша, я не все переводы прослушал, но, может быть, мой самый длинный, поэтому мне ни разу его не удалось подряд прослушать. То ли это у меня в компьютере что-то останавливает звук, то ли... Не знаю. бывает, что останавливается, когда слушаешь онлайн, поэтому лучше скачать файл себе в компьютер и слушать из компьютера или из мобильника. А, буду знать. То есть это... Там при прослушивании онлайн бывают ограничения, то есть по времени прослушивания. Понял. Понял, да. Век живи, век учись. Еще я хочу сказать, что Миша же ведет сайт переводов. И вчера он мне сказал, что не все присылают ему переводы, которые он бы готов поставить на сайт. Как настоящий волонтер. И я бы даже сказал Митнадев. Да. Пускай будут. То есть все-таки пока у нас есть сайт, пусть эти переводы будут. если ну скажем пошлите Миша если кто-то спустя год захочет поправить какую-то строку или страфу мы попросим Мишу он опять поправит. Он опять поправит. Да. Алина, вы дозвонились до Оли? Оля она 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 просто в его имейле. Да. Просто в имейле, да. Да, да. Если кто-то умеет одновременно со скайпом пользоваться электронной почтой то открываем открываем перевод Валентина. Что еще наверное я чтобы каждый раз может быть за это время зайдет войдет Оля я хотел сказать что некоторые переводы мне показались более более сложными чем чем это само стихотворение Гринберга. То есть переводчики выискивают в нем какие-то смыслы но мне не очевидно то есть конечно это последнее дело объяснять что хотел сказать автор то что он хотел сказать он сказал в этом стихотворении но мне кажется вкратце что в общем-то оно довольно банально простите меня за цинизм первой части то есть он начинает начинает он не банально как я понимаю и в общем мне это не попадалось это сравнение это метафора что философия это то что отвлекает нас или пытается отвлечь нас от смерти все люди смертны весь мир смертен но философы как-то нас значит отвлекают это подобно вот запаху каких-то хороших дорогих изысканных духов и он даже пишет о флаконе который ну то есть как бы мир смертен начинает он что банально и все это конечно мы давно об этом слышали знаем видели и заканчивает он как бы антитезой что несмотря на то что каждого ждет и все-таки и все-таки есть герои я жизнь чье дело продолжается и после физической смерти да типа и об этом тоже писали там скажем и Маяковский там Ленин и теперь живее всех живых или там Далматовский Ленин всегда с тобой скажем да но это это вечная тема и то что значит Гринберг это это длинный цикл Миша послал все получили и могут читать не дожидаясь пока Зеев разжует все да и пытаться читать весь этот цикл он есть у каждого в компьютере вот это только вступление то что это вступление дальше я добрый день наконец-то я к вам прорвалась ребята здрасте я выключу радио секунда мы вас ждали и теперь разбираем перевод Валентина пожалуйста я сразу хочу сделать одну оговорку в начале заканчивается у меня словами знамение хотя правильное ударение в этом слове знамение но все кто его употреблял Алина и Миша по-моему все написали знамение то что так рифмуется с другими словами но я тоже оставил знамение но если что-то будет принципиально можно будет переделать всю строфу понятно я просто делаю эту оговорку есть и такой вариант прочтения есть такой но говорит все-таки правильно знамение ну вот знамение а здесь конечно знамение вроде больше в быту как бы в нашем обиходе является знамение тут трудно у меня используем знамение хорошо вот я сейчас Валентин я сейчас открыл сайт ударение рук слово знамение написано в упомянутом выше слове допускается ставить ударение либо на слог с буквой А либо на слог с первой буквой Е знамение ну я я говорю допускается да но считается что правильно все-таки знамение ну вот так я тоже зарезал в интернет и смотрел как правильно сделать хорошо Валентин читаю пожалуйста и мы будем считать что у всех на экране компьютера если кто-то успел распечатать есть ваш текст парфюма флакон философии фрак в нем прячется смерть оскал таким ароматом я не доверял флакон разбивал если в жизни встречал всевластная смерть вечный враг беспомощна плоть когда смерть настает бессильным и скажут врачи все слабы земли похоронщик два метра найдет и для хранящих коль час их придет бессилен пришедший простится народ умрут все хоть воин кричи и тот то умерших привык принимать закопанную землю уснет таков начальный закон та же мать ребенка еще не сумевший зачать знает могилы родившихся ждет но если спалины что богу подстать герои в делах проведения борцы за народ им поют исполать они вне пределов забвения и смерти их божье знамение спасибо спасибо валентин и я надеюсь каждый скажет несколько слов о переводе ханок давай с тебя начнем ханок включи пожалуйста свой свой звук микрофон включи пожалуйста ханок ханок включи пожалуйста микрофон о замечательно включил молодец да прочитал я перевод валентина и то что я могу сказать это конечно он много поработал но работать еще надо работа не закончена есть места которые надо я думаю поправить есть слова не очень удачные хотя есть конечно может быть и удачные например слово похоронщик ну я не думаю что это подходящее слово есть другие слова ну и так далее здесь можно не надо всегда точно переводить то что в оригинале это может только повредить надо подбирать подходящие слова подходящие по смыслу синонимы зачем использовать такие слова они сомнительные ну все я больше не буду отнимать время другие скажут больше чем я ханух спасибо может один момент который задел как раз ханух здесь встречается два слова гробовщик могильщик и похоронщик ну лучше даже гробовщик могильщик самое подходящее могильщик землю копает могилу копает а здесь есть организатор и организатор похорон этого процесса это ведь не так важно ну понятно может быть все можно сказать спасибо не могу сейчас говорить я на семинаре совсем не могу не могу я очень прошу прощения это мне внучка позвонила пришлось ее выбросить мне мне очень нравятся некоторые строки я просто хочу Валентин тебя похвалить Валечка потому что я вижу тут Игорь это наверное зелененьким отметил в нем прячется смерть и оскал таким ароматом я не доверял нет это просто мои новые слова а мне нравится очень хорошо новые мне нравится мне нравится еще скажу беспомощно плоти когда смерть настает ну для хоронящих мне тоже как-то не очень вот а так сейчас и тот кто умешает принимать закопанную землю снял такого изначально вся строка мне это нравится и мне очень нравится строчка но есть испарина что богу подстать ребята мне правда кажется что подстать пишется вместе может быть не знаю вот ну все все остальное может быть они вне пределов заведения вообще хорошая строчка последняя Сереже нет вот вообще просто очень хорошая вся последняя строка мне кажется удачна но в остальном я согласен с коноком что есть какие-то еще моменты которые можно подтянуть тем хорошим строчкам которые мне кажется уже закончились спасибо здоровья спасибо Оля у меня будет к следующим к следующим коллегам которые будут говорить просьба пытаться пытаться воздерживаться от каких-то общих таких фраз что надо поработать что есть моменты то есть давайте говорить о конкретных строчках и там о конкретных словах Алина пожалуйста ну я действительно тоже согласна что есть очень много хороших строчек вот то что Оля прочитала есть вот бессилен пришедший проститься народ умрут все хоть воем кричи мне это очень понравилось потом следующая строка первые три строчки следующей строки до матерей очень нравится потом бессмертие божье знамение очень красивая строка но есть действительно вещи которые меньше понравились например игорь вы кстати это писали парфюмом флакон философии фрак то есть и флакон и фрак это как действительно фрак снижает силу флакона потом смерти оскал доверял разбивал как-то это все очень глагольно сейчас вот еще еще это слово борцы за народ им поют исполать что такое исполать я не знаю такого слова это хвала хвала славу поют что есть такое слово поют славу славу поют но это как-то слишком очень умно и это слово если я послушаю больше по-русски оно такое крестьянско просто народное напоминает какие-то лапти еще что-то по ассоциации звучания вот что я хотела сказать можно вмешаться на полсекунды по поводу слово исполать вот я слышал это в таком исполать тебе кому-то хвала тебе да а вот поют исполать мне кажется нельзя сказать вообще спасибо спасибо Алина спасибо Оля Миша ну да есть места над которыми еще можно поработать вот какие давайте вот вот например земли похоронщик два метра найдет а кто такой земли похоронщик я не знаю это непонятно здесь инверсия конечно земли это не земли похоронщик похоронщик найдет два метра земли да вот это это инверсия да здесь просто вот потом даже мать ребенка еще не сумевши зачать знает могила родившихся ждет но если речь идет о матери которая думает о своем ребенке то то вряд ли стоит переходить на множественное число родившихся я это как-то вызывает сомнения в ну так сказать в том что мать действительно так думает и в общем это по-моему надо поменять как-то ну про исполать говорили тут это это слово церковно славянское и как его применять вне контекста именно церковно славянского я не знаю в общем церковно славянское это не только церковно славянское это обычное обиходное старорусское быть может но это нормально ну старорусское да старорусское но как-то в разговорной речи я такого никогда не слышал а высокой речи да оно употребляется высокой да высокой да вот ну и почему фраг именно философии я тоже не знаю ну как одежда закрытая ну вот все пока спасибо Миша Зеев скажите несколько несколько слов во первых мне тоже я уже это говорил Валентину что тоже мне кажется философии фраг это это чересчур действительно основная мысль что вот эти духи во флаконе они они как бы забивают запах смерти да когда ну когда есть плохой запах можно можно духами распрыскать и как будто бы его как будто бы его нету но но он есть и поэтому гринберг говорит я не доверял в это как раз правильно написано таким ароматом я не доверял флакон разбивал если в жизни встречал да это и и последняя строчка очень хорошая всевластная смерть вечный враг да ее никак не не скроешь вот а в нем прячется смерть и оскал тут прячется это как будто бы в самих духах смерть нет духи его стараются спрятать от кого-то это верно но но это двусмысленность она по-моему здесь может очень тихо иначе я не слышу а нет-нет это я мимо а понятно да по-моему действительно вместо похоронщика лучше могильщик дело в том что мы сегодня увидим что об этом практически идет речь и дальше так что это не только тот который организовывает а тот который копает тот который копает и прям занимается этим вот ну про мать уже тоже сказал тут не мать знает а мы знаем мать может быть даже и не не думает об этом так что было бы очень грустно если бы мать думала сразу об этом нет она об этом не но мы то знаем что даже еще еле еле зачатые в чреве еще перед зачатием в чреве уже его ждет та же самая судьба вот судьба от слова суд в смысле да вот это тот же приговор а последняя страфа по-моему хорошая простая кроме слова исполать о котором все говорили оно непростое ага все остальное простое хорошее и мне это нравится вот вот спасибо спасибо я значит очень рад что Валентин вернулся в наш строй да в общем как ну это второй вариант мы видим переводы ну я надеюсь что он не последний и по ходу знакомства со следующими стихотворениями цикла я думаю каждый в том числе и Валентин что-то поправит что мне кажется без удачи еще то что вот нету этих четырех локтей и как бы вот эти два метра полтора метра иногда говорят или там аршина то есть локти это такое старое старое русское мера когда Гринберг употребляет талмудические арбамот это я думаю что это работает на стихотворение потому что там не одна библейская аллюзия их несколько и она говорит вот о вечности вечности этого мироустройства в котором в котором присутствует смерть вот но здесь в этом переводе мне нравится оно проще четыре локтя на самом деле если арба амот еще употребляется в современном еврите то есть то четыре локтя в современном русском мне кажется не употребляется то что то что то что Валентин нашел эквивалент мне это нравится теперь значит здесь чего не чего здесь нет то есть было много 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 правильных полезных советов вот значит здесь в самом тексте нету то что есть у Гринберга что смерть наших госпожа или господин Адонейну или госпожа то есть то есть не только враг но все влажно а да ну все влажно я сейчас включу все-таки ближе подошла тебе будет слушать ну мне нравятся строки только умерших принимать сакок есть есть хорошие хорошие строки последняя строфа практически правильная ну происповать уже говорили но она мне кажется в сегодняшнем русском слишком пафос можно я люблю более разговорную интонацию где-то борцы на народ да мне это смещает какие определения исповедуют если это можно сказать более простым языком мне кажется это было бы лучше валентин поздравляю мы идем мы идем мы идем я всем выключу только тогда когда что-то кто-то кто-то сказать а так фоном пускаем может быть цветы не там зерк туда а тогда что цветы может быть делали вот но оказывается он уже была вожжон первый поэтому нужно развлать никуда Не знаю, у кого. Странно, я Ольгу отключила. У кого-то... Сейчас вроде нормально. У Ильи, может быть? Миша! Нет, я не оставал. Нет, ничего. Алина, выключите всех, и мы посмотрим. О! А сейчас... Миша, кто сейчас? Миша! Включаю звук. Давайте. Читать? Да. Пожалуйста. Одну секундочку. Можно секундочку? Все? Да-да-да, спасибо. Царица и убийца наша, смерть. Дух философии, флакон с духами рая, чтоб заблагоухала даже смерть. Крушу его повсюду, где встречаю, в отчаянии под ревизгом вступаю. Царица и убийца наша, смерть. Насколько же по смерти тела вид несчастен, лекаря не помогли, его распорядитель мертвых тел поселит на кладбищенский удел, урвав четыре локтя у земли, и над могилой близкие на взрыв. Увы и ах, вот и могильщик прах, и выроют ему, как сам он рыл. Амэн, кончине он приговорен, еще перед зачатием, с тех времен, все ближе поле желтое могил. Но есть, как будто Бога воплощенье, то, веруя в него, верны ему в сражении яростном за царство и за храм, кто русло пролагает временам и озаряет тьму его знамением. Спасибо, Миш. Спасибо. Только микрофон включить. Во-первых, прежде всего, как я уже много раз говорил, это хорошие стихи. Я не буду сейчас вдаваться, насколько это близко к стилю Гринберга и близко или нет. Я не буду говорить об этом, но стихи хорошие. Это во-первых. Что-то еще хотел сказать. Найду это место и скажу. Дух философии, флакон с духами рая. Ну, может быть, и можно так сказать. Я не уверен насчет рая. Но не исключено, что можно сказать и так. Флакон с духами рая, в котором находится вместе с теми благоухания смерти. Может быть. Это даже интересно. В отчаянии, под репетом ступая, мне это нравится. Царица и убийца – наша смерть. По-моему, это очень хорошо. Хотя Гринберг, может быть, не так выражается. И, может быть, не так резко. Но во всяком случае все правильно. Это и царица, и убийца. Что верно, то верно. В общем, могу еще раз повторить. Стихотворение хорошее. Я даже не вижу, за что придраться. В сражении яростом за царство и за храм. Храма нет в оригинале, но неважно. Смысл все равно именно такой. Я тоже это так понимаю. Русло пророгают временам. По-моему, это очень хорошо. Ну, вот все. У меня все. Спасибо, Ханок. Ханок, спасибо. Галина? Да, я согласна. Действительно, мне тоже очень нравится. Есть особенно вот эта страфа. Вторая. Насколько же по смерти тело вид. Мне очень нравится эта страфа. И последняя страфа тоже. Но есть вещи, которые меня немножечко смущают при этом. При том, что вообще очень хорошее. Как-то вот они контрастируют. Ну, опять-таки, дух философии, флакон с духами рая. Ну, дух и духи, ладно. Что? Вот вторая строчка. Дух философии, флакон с духами рая. Что бы заблухало даже смерть. Вот на этот что я спотыкаюсь. Вот как будто вот шла-шла, спотнулась на этом что. Потом, в отчаянии подребезгом вступаю. Ну, я не знаю, кому-то это понравилось, а мне нет. Я не знаю, как можно вступать подребезгом. Дребезги – это не что-то, так сказать, это не предмет. Это не что-то вещественное. Можно, не знаю, может, я, по-моему, так даже неправильно. Дальше. Еще. Вот еще строчка, которая, при том, что все остальное мне очень нравится. Вот эта строчка. Увы и ах, вот и могильщик прах. Михаил, вы знаете, вы меня извините, я честно вам скажу. Я только говорила свое мнение. Пока я дошла до этой строчки, она меня рассмешила. Я просто тоже, вот тут слишком. То есть все такое возвышенное, серьезное. В конце вообще говорит про такие важные вещи, такие правильные, такие возвышенные. И вот этот, увы и ах, могильщик прах – это пародия, это что? Ну, собственно, вот то, что я хотела сказать. Спасибо, Алина. Валентин. Спасибо, Алина. Валентин, микрофон. Валентин, ваш микрофон. Мы не слышим вас. Валентин, включи. Да, 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 я понял. Значит, я возвращаюсь к этому. Значит, я соглашаюсь с тем, что это хорошие стихи, потому что у Миши всегда хорошие стихи. Здесь не исключение. Но что меня, кроме того, что уже сказали, вот меня смутило слово лекаря, потому что вроде лекаря, надо правильно сказать, по множественному числе. Вот. И второе. Сразу после этого его. Вот это к кому относится? Его распорядитель кого? Его – это кто? Его распорядитель мертвых тел. Вот его – это кто? Ага. Вот. Ну, вот, собственно, все остальные уже сказали, но Миша редко может какие-то замечательства сказать. Все остальные замечательства сказали, я с ними согласен со всеми почти. Да, вот так. Спасибо. Оля? Я хочу подсказать, что его – это тело, о котором речь идет строчкой выше. Ну, если уже… Тело вид несчастен, лекаря не помогли… Как оно уже ушло через два предложения. Миша уже через… Да, ну, не знаю. Ну, ладно. Хорошо. Оля, пожалуйста, только включите микрофон. Я согласна и с тем, что это хорошие стихи, безусловно, и со всеми замечаниями и Алины, и Валентины. Мне нечего добавить. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Зеев, что вы… Да, я хочу, сказать, что у меня тоже, конечно, есть энергетика в этом, есть все. Ну, действительно, дух с духами – это, может быть, стоит подумать об этом, действительно. Дух философии – плохон с духами рая. Это да. Тут Алина права. Может быть, стоит подумать. Теловид – его распорядитель мертвых тел. Распорядитель тела, вида тела, мертвых тел. Если это так, то это тоже слишком перегружено. А потом, конечно, увы, ах, вот и могильщик прах, и можно было добавить все там трах, та-та-та. но тут, что касается содержания, к кончине он приговорен. Не только он, все приговорены. Это как будто бы только могильщик приговорен еще перед зачатием. То есть, его, что, его особо, особо приговорили? Нет, все приговорены. Так что, мне кажется, что надо тоже что-то с этим делать. В остальном, да, действительно, то, что Ханок сказал, кто русло, пролагают временам. Это очень красивая метафора, очень красивая метафора. И озаряю тьму его знамением. Да, это, это очень, очень, это прям находка. Царица и убийца. Ну, уби, смерть, убийца, это как бы тавтология, что, а что же может быть еще смерть, если не убийца? И она, естественно, что она убивает. Вот, так что, когда он говорит, враг наш, то враг, это постоянный враг, когда еще, а убийца, понятное дело, что она убийца, потому она и смерть, она никем другим не может быть. Вроде так. Ну, вот, и все. Спасибо. Несколько слов я скажу, то есть, со многими, со многими советами я соглашаюсь, замечательными, но вот, если, в самое начало, дух философии, флакон с духами рая, чтоб заблудухала даже смерть. Вот, две строки, и, вот, на мой взгляд, ни одного лишнего слова, включая дух, и включая что. убийца, ну, убийца, конечно, соглашаюсь, за его полностью, про смерть, надо сказать, совсем банально. Теперь, вот вторая строка, насколько же по смерти теловид, и здесь формально все правильно, но по звуку, когда этот теловид, сливается, звучит в одно слово, и этот теловид несчастен. Я тоже подчеркну, могильщик прах, но, может быть, даже не потому, что у меня это вызвало ощущение некой пародии, а здесь по времени, значит, с точки зрения времени, что-то здесь не так, потому что прах, тело, в смысле, праху не вырывают могилу. Прах – это то, во что превращается со временем. Ну, я так понимаю это слово. Поэтому, уже после того, что прах, то уже не надо писать, что и выруют, как сам он рыл. А строка мне очень нравится. И выруют ему, как сам он рыл. А мы, кончине он приговорен еще перед зачатием. То есть, у Гринберга это более в общем виде, что все приговорены, каждый еще перед зачатием. Но мне нравится. Мне нравится, потому что уже мы поняли о том, что смерть – это всеобщее явление, ждет каждого. То есть, мы поняли это не только из стихотворения Гринберга, мы это, скажем, знали, как и Гринберг знал до того, как написал свои стихи. И еще у меня один вопрос. С каких времен, с тех времен, Миша? Да. Это вопрос. С каких тех? Еще перед зачатием всех времен. Да он, может быть, приговорен с сотворением мира, а не перед зачатием. Вот мир создал, в смысле, Господь создал живое смерть. С этим я согласен, я еще подумаю. Хорошо. И я хочу еще похвалить последнюю страфу целиком. Я забыл сказать Валентину, когда, значит, герои там подстать Господу, да, все-таки они не подстать Господу, и мне кажется, что Миша нашел очень правильные слова. Кто веруя в него, верны ему в сражении яростном за царство и за храм. В общем, мне очень-очень нравится последняя стропа. Просто находится Бога воплощение. Тоже не подстать, а Бог воплощается, ну, допустим, в христианстве Он воплотился в Своего Сына Иешуа, но сам Иешуа, называя Себя Божьим Сыном, Он не имел в виду, ну, как я понимаю, Он не имел в виду какую-то свою особенность, потому что каждый человек, он в каком-то смысле Сын Божий, Божие творение и обращение к Всевышнему Отец, оно не происходит, оно не пришло из христианства, оно было еврейской, я даже не могу сказать о религии, ну, в общем, еврейской традиции, оно всегда существовало по отношению к Всевышнему как Отцу. Миша, я поздравляю, поздравляю тебя с переводом и дай Бог. Спасибо. Хорошо. Алина, давайте, если у вас есть под рукой ваш перевод, а все остальные, пожалуйста, откройте перевод, Алина, она прислала второй вариант, давайте мы второй вариант этот пил. Если бы все открыли, Алина, пожалуйста, давайте его читаем. ум философа, до могилы ревнителей веры и народного гнева борцы. только только им и дано через времени грань возродиться и знамение творца из глубин донести. Спасибо, Алина. Поля, хотите что-то сказать? Я в восторге хочу. Вы меня слышите, ребята? Слышим. Мне очень нравится, Алиночка, ваш перевод. Я сейчас придираться тоже буду, но в общем очень нравится. Просто по-моему это замечательно и очень отражает все стихотворения, то, что сказал Гринберг. Вот, просто замечательно. Вот, а где я придерусь сейчас, секундочку. Сейчас, одна минуточка. Вот, нет, сначала я похвалю. Вот так зародыш в очреве еще не рожденный к смерти приговорен. Растет обреченный на погост, на могилу, на напев похороны. Просто, просто ах, молодец. А где ты мне что-то вот... Алина, я не нашла сейчас. В общем, короче, если я вот, 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 ведь должен уметь гробовщик до могилы своей сам себя доволочь. По-моему, это слишком сильно. Дальше очень хорошо хоть четыре аршина оставить себе. Но вот это вот, ну, как-то, по-моему, это не чересчур. Все, все остальное отлично. Спасибо. Спасибо, Оля. Ханух, пожалуйста. Мне тоже нравится перевод Алины, но я не могу согласиться с Олей в отношении того, что Алина именно точно передала то, что хотел сказать Гримберг. Это не совсем так. Вот начало перевода «Ум философа словно изящный флакончик духов, но течет из него почему-то лишь смерть». Я думаю, что Гримберг не хотел сказать, что философия содержит в себе только смерть. Вот этот флакончик духов или не знаю что-то, он сравнил философию с флаконом духов. Но сказать, что там содержится только смерть, это очень сильное, и я не думаю, что это правильное утверждение, потому что не это хотел сказать Гримберг. Он хотел сказать, что там и помимо всего прочего содержится благоухание смерти, это да. Вот. Ну, еще есть места, я не буду вдаваться, надо еще поработать, чтобы приблизительно не исказить смысл того, что хотел сказать Гримберг. Спасибо. Спасибо. Валентин? Мне тоже нравится перевод, хотя он, в общем-то, не рифмованный, частично, частично рифмованный, хотя у Гримберга полностью рифмованное стихотворение, если я правильно понял. Извини, Валентин, не полностью рифмованное у Гримберга. Нет, не полностью, не полностью. Там отдельные строчки не рифмованные, но они зацикливаются рифмами. Ладно, ладно, я просто так понял, возможно, что я ошибаюсь. Значит, мне тоже немножко странно показывать первые две строчки, о чем говорили все, здесь еще потому что не только философия, но и ум. еще как-то из него смерть, это вообще как-то действительно сильно и, по-моему, не оттуда. Вот, до могилы себя давало, вообще-то об этом говорили, вот эту штрафу, о которой, третью штрафу, о которой все подчеркивают, мне тоже она нравится очень сильно, хотя, может быть, это повторно по гостным могилам на две похороны, может быть, это слишком много для одного, здесь достаточно просто одного какого-то сравнения, вот, но тем не менее, в целом, вот все у меня больше ничего другого нет. А, вот еще минутку, вот, значит, вот какой, что я, значит, у нас получается вторая штрафа, значит, как беспомощная плоть, дальше идет точка, потом как бессильным разве еще к ней относится, а потом в конце как бесправно, хотя перед ними уже сколько там уже могильщик, доволочь и прочее, а как бесправно, как бы к чему опять к плоти возвращаемся мы, вот это может быть. Да, к плоти, там нету точки. Почему стоит, у вас точка стоит. Как беспомощный плот перед смертью косящей. Нет, вначале-то нет, а потом как бессильна точка, потом как бесплавно, как бесправно, уже очень далеко и непонятно к чему относится. Окей. Понятно, что к плоти, на мой взгляд, ну ладно. Ну понятно, но далеко она уже через два предложения почти. Понятно, ну я не знаю, мне как-то кажется, вот она как бы зависает. Ну вот это все, что мне кажется. Я на что не претендую, я просто сказал то, что мне кажется. Всего спасибо, Алена, всего спасибо. Ханал, пожалуйста. Я уже говорил. А, прошу прощения. У нас? Миша Изаев. Миша, пожалуйста. Я присоединяюсь к тому, что говорили до меня, и хочу обратить внимание на слово косящей. Это слово, оно имеет, по крайней мере, три значения, и хотя здесь понятно, о чем идет речь, но я бы не стал упоминать его. Мне кажется, в смысле употреблять его. Может быть, лучше, проще сказать, как бессмомощь на плоть перед смертью, перед смертью косой. Может быть, так. Вот. Ну, вообще, идея причастия в том случае, когда можно обойтись существительным, мне кажется, предпочтительнее и существительнее. Косой это. Вот. Миша, ты имеешь в виду смерть-косой, так? Нет. Смерть коса? Как бессмомощь на плоть перед смертью косой. Или перед смертью косой. Перед смертью косой. Это тут. Перед смертью косой. Коса это тоже несуществительное тогда. Хорошо. Бесседер, это, да, я не знаю, как лучше сделать. Арина сама подумает, если согласится. Сделать можно, да. Хорошо. Зайв, пожалуйста. Я тоже хочу сказать, что первые две строчки, они не только не, по-моему, во всяком случае, по моему пониманию, не только не верны Гринбергу, а прямо наоборот, наидыш говорят пикт фаркерт. То есть, наоборот, флакончик духов, он для того, чтобы как бы рассуждая о смерти, сделать ее менее страшной, менее, менее властной. рассуждая. А Гринберг говорит, нет, я не согласен на этот подход. Смерть нужно чувствовать всей душой, всем телом, а не рассуждать о ней. И эти рассуждения, это флакончики с духами, которые только могут не изменить состояние, не изменить саму смерть, а только может быть одурачить нас. И вместо настоящего запаха смерти, смерти, сделать его как бы более-более приемлемым. Вот. Это прежде всего. Это очень важно здесь, потому что Гринберг в этом отношении противопоставляет себя философию, он разбивает эти флаконы. И поэтому в данном контексте, но сейчас я хожу и грущу межосколько. А почему я грущу? Потому что я их разбил и вылилась смерть. Не поэтому я грущу. Я грущу, потому что это настоящее состояние. Те флаконы я разбил, я ими не пользуюсь для того, чтобы облегчить себе долю. Как бы. Вот. И тогда выстраивается логика всего стихотворения. Вот. Ну, конечно, четыре аршина оставить себе. Он не... Вообще, он не сам себя должен волочь к могиле и не сам себе оставлять. Ему останется и его поволокут, когда надо будет. Тут он и бессилен, и бесправен, и беспомощен. То есть, он сам ничего уже не сможет сделать после того, как он... как он... Другой могильщик. Конечно, будет естественно. Естественно. Вот. Так что это понятно. Должно быть. А все остальное, я думаю, что... Да. Надо сказать, что в последней строчке у Алины все правильно, и у других все правильно, но, может быть, может быть, не было достаточно понятно. Я перевел подстрочником, но есть властители тире, Богу подобные запятая, плоти своей. Они не просто подобные Богу, они не просто воплощение Бога, они владеют своей плотью, не всем миром, не мирозданием, они не... Но своей плоти они владеют. Каким образом они владеют? Они решают, когда придет смерть и какова будет жизнь, а не только тот приговор изначальный, который решает для каждого. И в этом отношении они приближаются к Богу в своем героизме. Я еще раз это повторяю, если этого не было достаточно, может быть. Потому что просто подобные Богу и даже просто воплощение Бога, это еще непонятно. Да они единственное, в чем они могут быть подобны и так далее, это в том, что они берут в свои руки даже судьбу плоти своей, тела телесной смерти. Если это было непонятно, я еще раз повторяю. А все остальное мне нравится. Я думаю, что совсем не тяжело будет, если Алина захочет, будет исправить и так далее. Спасибо. И я скажу тоже несколько слов. Начну о том, что действительно подобные это не более чем подстрочник, то, что говорят. То есть они приближаются к Богу, приближаются к Богу тем, что даже не тем, что плотик живет. Плотик не живет после смерти, но они живут в народе. Они живут своими делами, своими свершениями. Теперь перейду к каким-то конкретным строкам. Хотя уже течет из него почему-то лишь смерть. Об этом говорили у меня. Я отправил свои замечания и замечания, пометки и всем остальным и поясню и скажу, что только им и дано через времени грань возродиться. Вот времени грань, мне кажется, грань это неточное слово. Я бы поискал без слова. А в целом перевод мне понравился, очень понравился. Цели ясны, задачи определены, за работу товарищи. И последний перевод, на котором мы завершили первую часть семинара и, наверное, все-таки сделаем 10-минутный перерыв, может быть, даже не выходя из зума, только отключив звук и изображение. Но перевод Хануха. Хануха, пожалуйста. Микрофон включен? Да. Философия, словно духи во флаконе, с ароматами смерти среди благовоний. Я его разбивал, маловерие знак и грущуми засколками делая шаг, ибо смерть госпожанами враг. Как беспомощен тот, кого смерть подкосила, невозможно его исцелить, и могильщик отроет могилу, чтобы этого тоже в краю мертвецов поселить. На участке в четыре локти будет зарыт, и беспомощны те, кто рыдает на взрыв. И могильщик умрет, ибо это закон, и его же лопатой будет закопан и он. Это истинно, истинно, напрасен тут спор, от начала времен учрежден приговор, ждет нас поле могильное склеп и забор. только тем, в ком есть Божия частица, тем имя Вселюшнего освящено, кто готов за народ и Отечество биться, тем вершить свои судьбы дано. Божьим знаменем имя их вознесено. Спасибо, Ханох. Ну, давайте с Олимой начнем опять. Ура отключилась. Да, я сейчас скажу, да. Ну, начало, начало хорошее. Я его разбивал. Вот вот это маловерие знак меня смущает, честно говоря. Мне кажется, что Гринберг сказал мне совсем это. Дальше очень хорошо. Ибо смерть госпожа нам и враг. Как беспомощно невозможно выстрелить магицу. Да, и магицу, и сейчас магицу умрет, и его жилопатой будет. Вот это и его жилопатой своей жилопатой. Ну, как-то мне кажется, вот это и его же, Ханох, вы можете сказать лучше, так мне кажется. И той жилопатой. Ну, своей жилопатой. Той жилопатой. Ну, в общем, как-то что-то тут, да. Это проще. Жет на споре могильное склеп и забор, да. Тут нет и еще одна придирка. Ребята, это было давно, я не знаю, может быть, сегодня можно так говорить. Вообще-то слово вершить требует дальше родительного поддержа, вершить творительного вершить кем, а не вершить что. Я не знаю, может быть, это, у меня давно еще в детстве был спор с учительницей даже по этому поводу, и я залезла тогда во все словари и еще раз убедилась. Мне кажется, что то, что в русском языке очень многие так говорят, это не значит, что это правильно. Вот. Все, остальное все хорошо. спасибо. Спасибо, Миша, пожалуйста. Мне нравится этот перевод. Такой добросовестный перевод подробный. Что касается отдельных мест, я согласен с тем, что говорилось прежде меня, но, скажем, есть какие-то вещи, которые, возможно, не совсем передают мысль самого Гринберга. это вот именно с ароматами смерти среди благовония. Маловерие знак. Там у него нет этого маловерия. Ну, в общем, можно, конечно, маловерие написать. Вот. Это вот хорошо, и чтобы этого тоже в краю мертвецов поселить на участке в четыре локтя будет зарыт и беспомощный театр, кто рыдает на взрыв и могильщик умрет, это закон, и про лопату уже сказали, можно поправить здесь. Ну, в общем, все нормально. Миша, спасибо. Валентин, пожалуйста. Ну, в общем-то, мне тоже перевод понравился. В общем, еще раз какие-то замечания сказали. у меня своих других дополнительных замечаний нет, поэтому я на этом, пожалуй, останавливаюсь. Алина, пожалуйста. Мне очень понравился этот перевод. Единственное, что уже сказали про маловерие знак, мне тоже маловерие знак смутил. кроме этого нет. Алина, у вас нету звука или вы все сказали? Не, я уже все сказала. Я сказала, что мне очень понравилось этот перевод, очень. и только меня смутило маловерие знак, но про это уже сказали. Хорошо. Зев, пожалуйста. Да, прежде всего хочу сказать, что по-моему Ханох уловил внутреннюю атмосферу Гринберга. С одной стороны это спокойные стихи, а с другой стороны они есть там много сильных слов, в которых понимается вся глубина вот этой грусти его. Все уже говорили про маловерие. Я думаю, что стоит об этом с ароматом и смертью тоже. Надо поработать по-моему над этим. Должно быть противопоставление между Гринбергом и грущу. Не потому, что я не верил в философию, а потому, что это единственное, что действительно настоящее, я бы сказал, это экзистенция и это единственное то, что есть. И поэтому госпожа нам и враг это смерть. Надо видеть это, смотреть на это с раскрытыми глазами, а не завуалированными и не и так далее. Вот. Мне вторая эстрофа очень нравится. Она точная, тоже в нем есть и атмосфера, и сильные слова. Вот. В третьей эстрофе действительно это очень тоже. И могильщик, кроме не только все остальные, и могильщик умрет, ибо это и закон. И той же лопатой будет закопан и нон. Да, то есть все повторяется. Да, это тоже очень правильно. Четвертое, последняя эстрофа, первая строчка. Только те, в ком есть Божья частица. Надо сказать, что во всех есть Божья частица. Душа каждого человека, она частица Божья. Другое дело, вторая строчка, те, кем имя Всевышнего освящено. То есть они особо, это да, а только у всех есть, так что стоит поработать над этой первой строчкой последней страфы, потому что во всех есть Божья частица. Вот, а все остальное очень хорошо. Зев, спасибо. Я присоединяюсь ко всем похвалам, ко всем комплиментам и может быть скажу еще о первой строке, последней стропы. Чисто формально Зев сказал по сути, потому что у нас у всех есть Божья частица. Но здесь не хватает, здесь ломается ритм, не хватает двух слогов. То есть только те, в ком есть Божья, только те, в ком присутствуют Божья частица. Но это, я говорю чисто формально, потому что может быть надо особенность этих людей дать и первой строчке. Ханох, а вот что я еще забыл, тут конечно четыре локтя, опять сбивается ритм, Ханох поставил удавение, но ритм сбивается. А вот я забыл сказать о Лине, что у нее четыре аршина. И вот если аршина, то скорее три. Аршина 70 сантиметров от плеча. Если мы убираем локоть от локтя, то потому что четыре аршина наверное лучше конечно. Аршинам мало помогают. Точно тем кто умер не помогают. не локоть не локоть. Дорогие товарищи участники, как Оля? Оля перевод есть. Что? Оля перевод. Оля, прошу прощения. Оля, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Успеем? Игорь, извините. Ладно, я успеваю. Я стараюсь сказать что-то. Извините, пожалуйста, Игорь, можно до того, как Оля начнет? Да, пожалуйста. Извините, я вынуждена вас покинуть, просто мне еще два часа работать и завтра у меня Новосибирск в 7 утра начинается. Я просто Ладно, я прослушаю с удовольствием следующее стиховарение в записи. Михаил поставит, хорошо? Хорошо. В следующий раз у нас тоже будет зум платный, как бы 8 марта у меня, он до 21 марта у меня зум, так что в следующий раз еще будет платный зум. Вы ко второй части присоединитесь? Нет, 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 я пойду работать, мне еще надо не работать. Не может она, не может. Но компьютер у вас будет продолжать? компьютер, конечно, я не буду попрощать конференцию, я же хост, если я уйду, конечно, я оставлю, я все закрою, все это самое, и я просто не буду присутствовать с вами, но компьютер, конечно, я оставлю. Я еще хочу сказать, что вы можете дать разрешение Миши записывать. Да, да, да. И тогда вам не надо будет пересылать, Миша сам запишет. Ну, я же не буду ее выключать. Да, я думаю, что я не помню, может быть, об настройках давала такое разрешение, я не помню. Надо Мишу спросить, как дается. Поэтому оно у меня автоматически записывается, да, то есть я буду сейчас за компьютером работать, и вот просто я отключу себя, поэтому я просто хочу спроситься с вами, а запись идет. да, а Миша, Миша параллельно можете записать у себя? только если Алина даст А как я дам это разрешение? Вот как мне это технически сделать? Я не знаю, может быть, Миша может сказать? Нет, Алина найдет, то найдет. Ладно, я думаю, что можно нажать на кнопку и записывать. По-моему, каждый может нажать на кнопку и записывать. Нет, 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 я пытался записывать, и он мне говорит, у вас нет разрешения. Понятно, понятно. Ну ладно. Вам может предоставить только организация. Хорошо. Я с вами прощаюсь, всего хорошего. Хорошо, Алина, всего доброго. До свидания, Алина, всего доброго. До свидания. Оля, пожалуйста. Да, я в последний момент просто, Игорь, я не успела вам написать спасибо большое за замечание. Я, конечно, учла, я с ними согласилась. И у меня в последний момент там все перепуталось. Короче, вот я читаю самые последние, которые я послала. Если кто может сейчас скачать и увидеть, пожалуйста. Да, видим, видим. Философская мудрость, тонкий флакон духов, но их аромат по капле смерть приближает. А я, где бы глаза мои тот флакон не видали, разбивал его, а потом шагал по осколкам в печали. Госпожа наша смерть, невидимый враг. Как пред нея беспомощна плоть человека, когда врач говорит, что уже ничем не помочь. и должен и должен и должен могильщик решить, где в расселенных смерти его навек поселить на трех аршинах земли. И каждый, кто там стоит беспомощен, молчит или плачет на взрыв. А когда и того могильщика смерть заберет, той же лопатой, которой орудовал он, будет засыпан и погребен. Амэн. Ибо это первоначальный закон до зачатия, до укрытия в лоне матери, уже и тот к могильному желтому полю приговорен. Но есть и другие, творцу, подобные плотью своей, герои веры, герои борьбы за него, воители яростные за народ, они не подвластны времени, их знамение Господне из темных глубин вознесет. Оля, спасибо. Миша, пожалуйста. Ну, по-моему, этот перевод Оле удался даже, ну, как бы, весь прогресс по сравнению с предыдущими. И, ну, так сказать, мне он нравится больше, по крайней мере. И, ну, можно еще улучшать, конечно. 100%. Конечно, предела нет. Ханух. Оля, конечно, проделала большую работу, и я приветствую ее творческий порыв. Но это то положительное, что я могу сказать. А кроме этого, мне непонятно, форма этого, скажем так, форма этого пискотворения, перевода, неважно. То ли это верлибр, то ли это классические стихи. Оля, что вы хотели, как вы хотели это, в общем-то, оформить? В виде верлибра тогда не нужны рифмы. Нет. Зачем? Надо выбросить все рифмы, оставить верлибр. Потому что у вас что-то среднее получилось. И не верлибр, и не классический рифмованный стих. Хотя рифмы есть. Понимаете, что у вас получилось? Я понимаю. Во-первых, я, конечно, буду еще над этим работать. Во-вторых, насчет верлибра или не то, и не то. Я пыталась в какой-то степени следовать за Гринбергом. Может быть, я чего-то не уловила. Да, может быть. Но надо, понимаете, слепо следовать за автором тоже не надо. Это только не приведет ни к чему хорошему. Вы понимаете? Это понятно. Да. А кроме того, опять же, та же беда лишние слова. А я, где бы глаза мои этот флакон не видали, разбивал его, а потом шагал по осколкам печали. И где бы глаза мои этот флакон не видали, разбивал я его, по осколкам шагая в печали. Можно ведь так сказать, правда. А у вас, вы понимаете, что происходит? То есть, вы должны понять, где ваша проблема. У меня все. Спасибо. Спасибо. Я хочу похвалить еще одно место. Мне нравится то, что Оля сохранила желтое поле. Желтое поле, мне кажется, Гринберг написал не случайно, поскольку желтое поле сразу приводит к желтому полю Ван Гога. И это очень символическая картина. Это, возможно, последняя картина в его жизни. Вот это желтое поле составе ворон или воронов там над ним. это такой зрительный образ, на который намекает Гринберг в этом стихотворении, мне кажется. Миша, спасибо. Миша, я когда переводила, как раз мне тоже Ван Гог тут же встал перед глазами, когда я читала. Так что ты прав, я думаю. Валентин, пожалуйста. Да, да, да. Ну, я успел посмотреть самый последний перевод, Оля, успел перехватить и перескачать. Значит, ну, к тому, что уже сказали и к тому, что у вас есть заметные удачи, есть несколько маленьких замечаний. Вот, первый сразу тонкий флакон духов. Ну, здесь тонкий запах, а не тонкий флакон. Вот, и он по капле смерть приближает. Вот, это уже много раз говорили, значит, это, видимо, не очень точно. Меня смущает в рассильных смерти. Навек поселить в рассильных смерти. Ну, в земле хоронит, но в рассильных смерти, не знаю, мне кажется, какой-то это надуманный образ. Так, дальше беспомощен, дальше и плачет навзрыт, молчит, как бы лишнее слово. Ну, это, может, кажется так. Вы ко мне строго не относитесь, я просто говорю, как мне кажется. Вот, теперь у вас здесь, вот, творцу подобный плотью, вот это вообще, по-моему, смелое заявление. Творцу подобный, у творца плоть? Да, Вот. Мне показалось, что вот Гринберг так сказал, может быть, я не поняла. Не поняла, да? Вот, ну, Подумал. Да, ну, несколько строчек подлиннее, вот, Анатолий об этом уже говорил, они явно их можно запрос укоротить, изменить, убрав два-три слова. Ну, это есть, это в процессе можно работать. Спасибо, Оля, вам за работу. Спасибо. До замечания, все записала. Будем работать. Да, я тоже, ну, уже сразу скажу, их аромат по капле смерть приближает, наоборот, их аромат должен, как бы, смягчить наше чувство смерти, и поэтому он его разбивал и поэтому в печали. Об этом я уже говорил несколько раз, и это стоит, стоит поправить. Теперь, что касается, конечно, это, но есть и другие, творцу подобные, в чем? Они владеют над своей плотью. Они не владеют всем, конечно, не плотью подобные, это совершенно неприемлемо, это понятно, но они, подобаются Богу, высшему судье. Надо сказать, что на иврите Элогим это еще и синоним суда, судей. Вот, поэтому они, как бы, они своей судьбы, они ею владеют, своей плотью, они решают, когда будет смерть. И в этом, в этом основная мысль. Вот. Спасибо. Да. Это надо, конечно, я думаю, что следует исправить, если возможно. Ну, ясно. Что касается могильному, желтому полю, я прекрасно понимаю, вот такие, да, и Мишу, и вас, что это Ван Гог, я не знаю, насколько, мне просто неизвестно, Гринберг был, насколько этот образ мог. По-моему, желтое поле это, это как бы песком, которым засыпают, а песок, он желтоватый, и тем более, что на еврейских кладбищах нету деревьев, на, на других кладбищах есть, а на еврейских кладбищах нету, по разным причинам, в основном из-за Аллахи, нету никаких деревьев, ни клумб, ничего такого, и поэтому все как бы желтое, тем более, если говорить о нашей стране, то под почти постоянным солнцем все желтеет, и мне кажется, что в этом дело, а может, конечно, может быть, может быть, это и картина, что очень, конечно, живописно и интересно, вот, поэтому есть желтое поле у Гринберга, оно без никаких, без никаких вкраплений, ни зеленого, ничего, а? Без Ван Гога, понятно. Да, то есть, может быть, и с Ван Гогом, я не против, вот, но он не обязателен в этом, по-моему, по-моему, вот и все. Можно, можно вам ответить? Пожалуйста, Я, когда переводила, я не имела в виду Ван Гога, я просто ответила Мише, что почему-то эта картина у меня тоже стала, и второе маленькое, и второе маленькое, извините, вот сейчас на кладбище, на котором я бываю часто по своим причинам, да, там у нас полно деревьев. я не знаю, что сказать. Я не сказал, я не сказал ничего, просто это факт. Я понимаю, я понимаю, не могу ничего сказать по этому поводу. Может быть, раньше не было, а теперь полно. Но на самом, там, где могилы или рядом есть деревья? Конечно, нет, конечно, конечно. А, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот, есть аллеи, но нет там, где могилы. Да, конечно, конечно. Это не это, потому что очень принято на других кладбищах, не еврейских. Да, это мы знаем. Да, а у евреев нет. Если есть аллеи, они как бы ограждают кладбище, но они, но они не на самом кладбище. Да. Вот, вот, это да. Спасибо. Пожалуйста. Это так. Спасибо, Зеев, я тоже скажу, вы же уже тут много говорили, я тоже приведу один пример, допустим, как преднею возможных сокращений, как преднею беспомощно плод человека, когда врач говорит, что уже ничем не помочь, как преднею беспомощно плод, когда врач говорит, что уже не помочь. Да. То есть, есть, есть здесь простор. Теперь, вот, теперь что, так и не было? Скажу, может быть, пару слов о образе желтого поля. Мне кажется, что, почему он говорит о поле, не в участке, там, может быть, что такое желтое? Это поле скошенное. То есть, если пока все растет на поле, то оно скорее зеленого цвета. Одна стерня. Что? Одна стерня, да, пожелтевшая. Да, вот, я думаю, что он, может быть, он сознательно и не хотел сказать гриндер, но я думаю, что он хорошо себе представлял, как выглядит скошенное поле. Вот этот желтый цвет могильный, ну, помимо песка, конечно, помимо песка, потому что песок, он все-таки свежий, он желтый, а дальше он уже не желтый, в смысле, свежий насыпан. Зеев, я вот что хотел спросить, когда мы начнем, во сколько второй отдел? Когда хотите, скажите, сейчас 8.30. Время того входит уже, а сейчас сейчас остался. У нас ничего, у нас все в порядке. Алина, у Алины есть, значит, сейчас 8.30 минуты, хотите в 8.10 минут, начнем в 8.10. Хорошо, договорились. Мы не выходим из... Значит, в 8.10 приходим обратно. Хорошо. Ребят, сейчас 8.04, извините. Ну, неважно. 8.10, 8.11, достаточно. Ну да, хорошо. Agriculture, let's look up. es